Круглый стол в Доме молодежи был посвящен очень непростой теме – социально-правовому сопровождению выпускников, интернатов и детских домов. Поговорить и скоординировать свои действия по этому вопросу собрались представители государственных структур и люди, работающие в профильных общественных организациях. Я понимаю, что все вы представители каких-то госструктур, на какой-то момент, может быть, отошли, что вы именно представители госструктур, а включили в себя вот мама, бабушка и посмотрели на этих детей вот с этой позиции. Потому что на самом деле после интерната, ну, они оказываются, знаете, как слепые котята. Поэтому очень важно выводить вот этот механизм взаимодействия. Вопрос очень серьезный. Социальная адаптация детишек, которые выходят на свободу из домов-интерната для детей-сирот, из колоний для несовершеннолетних. Я считаю, что чужой беды, чужих детей не бывает. Поэтому нужно всем миром, я имею в виду и государство, и общественные организации, и правоохранительные органы, значит, вот садись в том, чтобы дети, выходя на свободу, были нормальными гражданами нашего государства. Даже взрослые мы с вами, люди, иногда не можем ходить сами по кабинетам, пытаясь решить какие-то свои личные проблемы. Но у них тем более нет ни знаний, ни опыта, и нет доброй тети или дяди, которые могли бы этому научить, взять за руку и отвезти. Не все информационные сообщения от общественных организаций воспринимались представителями властных структур на ура. Взаимных претензий накопилось много. Досталось и бизнесменам, самоустранившимся от проблемы трудоустройства выпускников интернатов. Работа в рамках круглого стола не помешала этим людям оставаться на прямой телефонной связи со своими подопечными. Реабилитанты звонили им и сюда. Как ты живешь? Приходи, пообщаемся. Сегодня в 9 приедем с Белгорода. Куда прийти? Ну я работаю теперь уже в другом учреждении, в городской администрации. А телефон я тебе сообщу. Рада тебя услышать. Молодцы, дай Бог вам здоровья. Общественные организации одни без помощи государства ничего не сделают в этом вопросе. Потому что государство должно выделять жилье для этих детей. Должно оказывать содействие в поиске работы, в оформлении документов всевозможных. Чтобы человек жил в нашем государстве на законных основаниях. Чтобы у него не было никаких мыслей. Где-то украсть, где-то что-то, чего-то. И опять попасть в ту же колонию. Или еще хуже. Ну вот высказана была мысль о том, что современный бизнес должен активно участвовать как раз в процессах реабилитации, предоставлять в первую очередь, конечно, работу. У нас как с этим делом? Да слабовато у нас. Вот в Нижегородской области такой знаменитый человек, Олег Дерипасковый в курсе дела, миллиардер. Вот он там создал в колониях рабочие места. И, значит, заключенные учатся, приобретают профессию. А потом по выходу из колонии их, значит, направляют на работу на автомобильный завод. Вот это, я считаю, правильное решение. Вот, значит, вот реальный вопрос. Вот пример, значит, содействия в этом вопросе между государством и бизнесом.